Виталий, здравствуйте, меня зовут Виктория Шилова, я лидер движения антивойна, депутатника Петровского областного совета. Итак, свершилось. В первом чтении законопроект про фактически легализацию наемников в Украине принят. Более 250 народных избранников, народных предателей за него проголосовало. Теперь любой наемник без принятия гражданства может служить в украинской армии, без знания языка и вообще с ненавистью к Украине. Фактически олигархи легализовали наемников для борьбы с собственным народом, с украинцами. Знаете почему? А 9 мая показала, что 99% народа против них. Соответственно, каким-то образом этот быдлонарод, эту биомассу украинскую, как говорят олигархи, считают, нужно держать в повиновении. Каким-то образом эту быдломассу на Донбассе, эту быдломассу на Юго-Востоке, да и вообще уже в Центральной Украине эту быдломассу. Нужно все-таки приучить быть рабами, быть в Ерме. А украинские военные из ВСУ отказываются, все больше и больше поглядывая на свое начальство с желанием это начальство оприходовать. Да и батальонов все меньше и меньше становится, правда, желающих в топках там сдыхать. Все чаще тянутся сюда, на Киев, и угрожают, угрожают. И Порошенко, и Яценюку, вспоминая их национальность и их миллиарды. В общем, ситуация нагнетается. Поэтому наемник, наемник и еще раз наемник, главный спаситель олигархов и нынешней власти олигархической фашистской в Украине. Откуда же будут наемники? Ну, конечно же, из Соединенных Штатов Америки, ведь там огромное количество частных военных компаний, которые хорошо прославились и на Ближнем Востоке оставят после себя руины. Ну и поляки, конечно же, не подкачают. Они же потирают уже руки, а их фанаты вывешивают баннера с надписью «Львов – это польское место», развернутым на флаге Польши. Что ж, все идет по задуманному плану. Представляете, против украинцев в Украине будет воевать наемная армия иностранных государств, за которую проголосовали народные избранники от украинского народа. Это даже не идиотизм. Это военное преступление.